МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Кошельки россиян и белорусов продолжают становиться тоньше. Российский рубль не выдерживает падения цен на нефть и летит следом. Связка нефть, курс валюты, традиционная для сырьевой экономики. От российского не отстает и рубль белорусский. Стоимость нефти марки Брент впервые с января падает ниже психологической отметки в 50 долларов за баррель. Причина обострившейся опасения переизбытка сырья. Добыча нефти странами ОПЕК в июле достигает максимального уровня за последние годы. И объем этот может только увеличиться, если Иран, с которого решено снять санкции, добычу нарастит. За скачками на валютном рынке следит корреспондент программы «Настоящее время» в Москве Беата Бубенец. Август в России начался со скачков на валютном рынке. За три последних торговых дня курсы валют в России подскочили на 6-7%. В понедельник курс доллара перевалил за 63 рубля, а евро приблизился к 70. Такие показатели в последний раз были в марте. Однако уже во вторник рубль несколько стабилизировался, и вновь цена за доллар опустилась ниже 63 рублей. Покупка 62 с чем-то, продажа 64 с чем-то. Меняется очень часто, поэтому точный курс вызвать не возможно. Главной причиной повышения доллара финансовой аналитики традиционно считают падение цен на нефть, которое началось в третьей декаде июля и сейчас достигло психологической отметки ниже 50 долларов за баррель. Эксперты связывают падение цен на российскую нефть с ожиданиями быстрого наращивания объемов добычи иранской нефти, а также с ослаблением китайской экономики. Центральный банк сдерживать курс рубля в той части, которая приходится исключительно на цены на нефть, не будет. Он может вмешаться скорее в какой-то исключительной ситуации, когда к фактору падающих цен на нефть добавятся некие другие. Условно, какая-то паника на валютном рынке или что-то еще, или какой-то дополнительный фактор вдруг возникший геополитически или что-то в этом роде. В противном случае, скорее всего, Центральный банк будет занимать, ну, по крайней мере, очень осторожную позицию. По словам аналитиков, такие факторы, как внешняя политика России, в частности, ухудшение отношений с остальным миром в связи с украинскими событиями, также играют важную роль для позиции рубля на мировом рынке. И долгосрочные перспективы, по мнению экспертов, неутешительны. Впрочем, россияне, привыкшие к постоянным скачкам на валютном рынке, в панику не впадают и расставаться с рублями не спешат. Беата Бубенец из Москвы специально для настоящего времени. УБСЕ получает неожиданное подтверждение присутствия российских военных десантников на Донбассе. Наблюдатели обнаруживают военных людей без знаков отличия. Подробности сегодня нам удается узнать у пресс-секретаря миссии ОБСЕ в зоне боевых действий Майкла Батюркива. Да, 2 августа на территории так называемой ДНР наши коллеги из специальной мониторинговой миссии посетили места дислокации военной техники, чтобы проверить, соблюдается ли отвод вооружений. На одном из этих мест они говорили с человеком, который представился солдатом 16-й десантной бригады из Оренбурга в России. Надо заметить, что у них не было знаков отличия, но именно это они сказали нашим коллегам. Ну и вот реакция Москвы. Министерство обороны России информацию ОБСЕ опровергает. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявляет, что такие сведения нуждаются в проверке. Далее. Как вы уже знаете, экс-премьер Украины Николай Азаров в Москве презентовал Комитет спасения страны, так называемое правительство в изгнании, и назвал кандидата на пост нового президента Украины. На пресс-конференцию Азаров приходит вместе с двумя бывшими народными депутатами Украины Владимиром Олейником, тот самый кандидат Игорем Марковым. Все трое в Украине в розыске. По их словам, задача Комитета – восстановление мира в стране путем проведения досрочных выборов всех уровней. Рассказывая о планах, Азаров не применил вспомнить и свой премьерский опыт. Мы берем на себя ответственность за то, что мы обеспечим мир, согласие и развитие в стране. Я редко когда об этом говорил. Мне пришлось Украину выводить из кризиса в 2002 году, в 2005 году, в 2009 году. И все знают, что Украина, когда я был премьер-министром, развивалась. Украинские власти комментировать эту пресс-конференцию нужным не считают. Сегодня появились мнения киевских политологов. Так, Тарас Березовец видит в Комитете спасения политическую технологию, ставшую классикой. При этом он вспоминает похожее псевдоправительство в изгнании, только финское, которое в 1939 году формировал Сталин. Мы то и у российских спецслужб. Очевидно, что мы имеем дело с технологией, которую разработали российские спецслужбы. Я связываю эту активизацию с переговорами в Минске. Цель российских спецслужб – это давление на Украину. И угроза, что если Россия и дальше будет проводить военную агрессию в Украине, то это альтернативное правительство, которое готово приехать и заменить, в случае чего, нынешнюю украинскую власть. Подобную технологию России, а перед ней Советский Союз, использовали много раз. И теперь в Россию. Продолжение громкой истории с экологом Евгением Витишко. Суд отказывается его освободить. Эколог отбывает наказание в одной из колоний Тамбовской области. Витишко осудили в 2012-м на три года, после того, как он оставил надписи на заборе вокруг элитной резиденции, которую связывают с Александром Ткачевым, бывшим губернатором Краснодарского края и сейчас министром сельского хозяйства России. На суде побывал и корреспондент программы «Настоящее время». В конференц-зале колонии, где решили проводить суд, Евгений Витишко появляется без конвоя. Пора нам отобеждаться и заниматься теми делами, которые мы занимались до моего осуждения. Поэтому никаких больше перспективов не вижу. Снимать дальнейшее судья не позволил, но кто-то случайно не выключил камеру. По моему мнению, как начальник отряда, то есть осудно стоит на пути справления. Главное препятствие для освобождения – восемь взысканий. На Евгения Витишко их наложили, когда он был в конфликте с руководством колонии. Последние 10 месяцев взысканий нет, однако предыдущие официально не погашены. Прокурор был против освобождения. Отсюда и вердикт. Ходатство адвоката Локтева в интересах осужденного Витишко Евгения Геннадьевича о замене неоткутной части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы оставить без удовлетворения. Суд шел меньше часа. Ни адвокатам, ни самому Витишко судья слова не дал. Мнение позиции защиты не было заслушано. Позиция самого заявителя Евгения Геннадьевича не выслушана. И решение судом принято по формальным основаниям. Историю Витишко тут знает каждый. Дело на него и его коллегу Сурена Газаряна завели в 2011-м. До этого они побывали около резиденции, связанной с тогдашним губернатором Кубани, сейчас российским министром сельского хозяйства Ткачевым. При строительстве резиденции был незаконно огражден лес. Контролирующие органы не реагировали. Экологи отогнули пролет забора и оставили надписи. В итоге суд дал им по три года условно. Затем Сурен Газарян бежал в Эстонию, а Евгению Витишко заменили условный срок на реальный. Отказано ему и в условно-досрочном освобождении, а теперь в смягчении наказания. Ну зачем ему изоляция от общества? Мы все видим адекватного человека, вина которого, на мой взгляд, еще требует дополнительного обсуждения. Теперь Евгений Витишко будет подавать на условно-досрочное освобождение. Сделать это он сможет в декабре. Евгений Титов, Настоящее время, Тамбовская область. Кто и откуда едет в Грузию отдыхать? Национальная администрация туризма страны опубликовала данные о числе гостей Грузии. На фоне общемирового кризиса в сфере туризма, говорится в отчете, страна становится все более популярным направлением у любителей качественного и при этом недорогого отдыха. Корреспондент программы Зурабдвали. Только в июле этого года Грузию посетили без малого 737 тысяч человек. А это почти 5-процентный рост по сравнению с прошлым годом. Лидируют по числу визитов в Грузию граждане Армении, Азербайджана, Турции и Украин. Для страны со слабой экономикой приток живых денег от туристов – очень существенная статья дохода. Причем настолько, что Грузия максимально упростила въезд в страну. Зафиксирован рост денежных операций кредитными картами иностранных граждан. Да и в целом доходы от туризма положительно отражаются на финансовой ситуации в стране. Интересно, что впервые после событий 2008 года замечен и рост туристов из России. 150 тысяч россиян предпочли в июле отдохнуть в Грузии. И это на фоне многолетней, довольно жесткой антигрузинской пропаганды в российских СМИ. Мы точно знали, что никаких напряженных отношений между людьми обычными тут нет. Все отлично. У нас многие друзья были, и на самом деле нет никакой информации, что напряженные отношения. Поэтому настроение такое, что всем хочется, но вот волна идет такая, что все хотят поехать. Честно говоря, я думал, вот чуть-чуть политика, разногласия были, какие-то политические... Я думал, чуть-чуть холодное отношение будет к нам, когда мы сюда приедем. Когда будем говорить на русском? Абсолютно. Все великолепно. За минувший год свыше 300 журналистов и представители турагентств из стран Европы и Азии побывали на грузинских курортах. В эфире CNN и Euronews были размещены имиджевые ролики о Грузии. И такой активный пиар грузинских курортов дал свой результат. Заметно выросло число туристов из стран Европы. Очень все дешево. Это прекрасно. Дешевый транспорт, доступные цены на передвижение по сравнению с Испанией. У вас недорогой туризм. Согласно проведенным опросам, гостям страны, помимо старинных архитектурных памятников, природы и кухни, нравится традиционное гостеприимство и радушие грузин. Но украинцы чувствуют особенное отношение к себе. Все сразу пытаются позаботиться побольше, посадить в получше место, самое лучшее принести. Очень гостеприимные люди на самом деле. На этой неделе в эфире грузинских телеканалов появился туристический ролик, который вызвал немалый ажиотаж. В клипе симпатичная девушка-стюардесса рассказывает о процедуре выезда за границу после введения безвизового режима с Евросоюзом. Как выяснилось, власти страны получили определенные гарантии, что в 2016 году Европа откроет для граждан Грузии свои границы. Зураб Двали и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». И в продолжение темы. Вот уже больше года граждане Молдовы с удовольствием путешествуют по всем странам ЕС, за исключением Великобритании, путешествуют безвиз. Свободный режим передвижения Молдова, пока единственная из стран-членов Восточного партнерства, получила за совершенствование своего законодательства. Плюсы и минусы таких безвизовых отношений Молдова-Евросоюз выяснял корреспондент программы «Настоящее время» Александр Сирич. Все, что нужно гражданину Молдовы, чтобы хоть сегодня отправиться в какой Амстердам с Барселоной, это иметь вот такой биометрический паспорт. Несколько сотен тысяч молдаван имеют и румынский паспорт. Поэтому проблем с путешествиями по Европе сегодня у них нет. А сделали, оказывается, молдавские власти для этого не так уже мало. Достигли, как отмечают сегодня в Брюсселе, видимого прогресса в осуществлении значительных реформ в области верховенства права, борьбы с организованной преступностью, коррупцией и незаконной миграцией, а также в сфере усовершенствования административного управления пограничным контролем и безопасности документов. А ездить в страны ЕС, как подчеркивают местные законодатели, можно не только с туристическими целями. В Европе можно, например... Находить партнеров для бизнеса, потому что развитие малого бизнеса и среднего бизнеса – это есть основа для развития экономики. А вот сами покидатели Родины от безвизового режима на седьмом небе от счастья. Это прекрасно. Больше нечего сказать. Свобода. Когда каждый вправе, ездит куда, у него есть необходимость или желание. Я считаю, что хорошо. Я считаю, что хорошо. И все-таки ограничения в безвизовом режиме Молдовы ЕС существуют. Основные из них – срок пребывания на территории Евросоюза не более 90 дней в течение шести месяцев. Необходимо иметь подтверждение о материальной состоятельности. И безвизовый режим не предоставляет официального права на трудовую деятельность. Ключевое слово, которое чаще всего можно услышать сегодня от граждан этой страны, беспрепятственно путешествующих по Европе – это слово «свобода». И хотя, как сказал очень давно немецкий канцлер Отто Бисмарк, свобода – это роскошь, которую не каждый может себе позволить, сегодня роскошь свободы путешествий могут позволить себе все. Все, кто имеет биометрический паспорт. Александр Силич, «Настоящее время» – Молдова. И пришло время передавать слово в Вашингтон. Коллеги расскажут о готовящемся визите американских конгрессменов в Украину. Юлия, пожалуйста. Спасибо, Сергей. В четверг делегация законодателей демократов отправится в поездку в Украину и в Италию. Ее возглавит лидер меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси. В Киеве члены конгресса встретятся с лидерами украинского правительства. «Мы подтверждаем нашу поддержку усилий Украины по восстановлению стабильности в регионе и поддерживаем украинский народ в его стремлении к необходимым политическим и экономическим реформам». Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике США за возможную поддержку боевой авиации вооруженных групп сирийской оппозиции. После окончания встречи в Катаре с госсекретарем США Джоном Керри и главой МИДа Саудовской Аравии, Лавров назвал эти меры контрпродуктивными, поскольку эти группы, цитата, будут находиться под защитой авиации США. И эта авиация для защиты этих отрядов будет уполномочена наносить удары по любым силам, которые могут рассматриваться как препятствия для деятельности вот этой вооруженной группы. Лавров добавил, что проинформировал Джона Керри об озабоченности Москвы этими планами. На этой неделе президент Обама планирует выступить с важной речью о соглашении по иранской ядерной программе. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, Обама изложит аргументы, которые являются решающими для заключения сделки. По словам Эрнеста, президент считает, что Конгресс должен поддержать международные дипломатические усилия, направленные на недопущение создания Ираном ядерного оружия. Между тем, сегодня Бараку Обаме исполняется 54 года. Свой день рождения седьмой раз подряд он отметит на посту президента Соединенных Штатов. В США президентство дает огромные полномочия, однако и налагает множество ограничений, в том числе и связанных с тем, каким образом человек отмечает свой день рождения, кого приглашает на этот праздник и какие подарки может принимать. О подарках президентам мы поговорим с журналистом Русской службы Голос Америки Александром Григорьевым. Саша, добро пожаловать. Ну и вопрос, существуют ли какие-то законы или правила, которые регулируют, что можно дарить президентам, что нельзя дарить президентам? Существуют законы, потому что изначально, когда США получили независимость, коррупция британских чиновников была притчей во языцах. Поэтому представители высшей власти США, первые президенты страны, не соглашались принимать дорогие подарки или платили за них. Например, Бенджамину Томасу Джефферсону подарили большой сыр, и он заплатил за него 200 долларов. Это вот такая вот практика. Потом появились законы. Здесь у президента намного больше возможностей по сравнению с другими федеральными чиновниками. Чиновники не имеют права принимать подарки стоимостью более 20 долларов или, так сказать, подарки, которые могут быть расценены как возможность получить их какое-то... использовать их возможности для каких-то приобретения каких-то благ. Понятно, о чем идет речь. Президент может принимать все любые возможные подарки от американских граждан, иностранных граждан, иностранных правительств и так далее, потому что он занимает особый пост. Другое дело, что подарки стоимостью выше 350 долларов он обязан декларировать. И каждый год, 15 мая, Белый дом публикует официальный список подарков, полученных президентом стоимостью выше 350 долларов. Ну и вот что происходит с этими подарками, которые президенты получают? Подарков очень много, их буквально сотни тысяч. И поэтому есть два способа использования. Первое – это президентские библиотеки. Большинство президентов современных основывают свои библиотеки, исследовательские центры, куда эти подарки складируются и составляют часть экспозиции. Там есть огромное количество произведений искусства реальных. Например, в президентской библиотеке Рейгана показывают десятки сёдел, которые ему дарили, потому что он любил верховую езду. Ему дарили бляхи на ремни, потому что он тоже любил этот объект одежды. Второе – это национальные архивы. Национальные архивы США используют эти подарки, некоторые из этих подарков для образовательных целей, потому что некоторые будут произведения искусства, картины, кисти великих художников, что-нибудь в этом роде. И третье – в Белом доме существует специальный отдел, который занимается подарками. И в том числе он вынужден иногда сталкиваться с подарками необычными. Например, Клинтону подарили как-то на день рождения 200 килограмм отборной аргентинской баранины, и возникла проблема. Съел ли он её? Он её не съел. Поэтому процедура достаточно сложная и хорошо прописана, и тем не менее интересна. Окей. Большое спасибо, Саша. Александр Григорьев, журналист Русской службы «Голоса Америки». И продолжая президентскую тему, в предвыборную гонку официально вступил ещё один кандидат-республиканец. Рассказывает Александр Зимуха. 17-м претендентом на кресло в овальном кабинете стал бывший губернатор штата Вирджиния Джим Гилмор. 65-летний политик уже отправил документы в Федеральную избирательную комиссию. Немного фактов из биографии Джима Гилмора III. Он уроженец Вирджинии, обладатель степени бакалавра гуманитарных наук и доктора права, полученных в университете штата Вирджиния. До начала политической карьеры Гилмор служил агентом контрразведки сухопутных войск США. Карьеру выборного служащего он начал с поста прокурора округа, затем стал генеральным прокурором штата, а в 97-м году победил на выборах губернатора. Но проработал на этом посту всего один четырёхлетний срок. В 2007 году он пытался побороться за пост президента, но снял свою кандидатуру менее чем через три месяца после вступления в гонку. В том же 2007 году он пытался избраться в Сенат, но также провалился. Почему-то сейчас Гилмор уверен, что у него получится. Со столь большим количеством кандидатов возникает вопрос, почему я вступаю в гонку. Честный вопрос, прямой ответ. Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что нынешняя власть в Вашингтоне ведёт Америку к кризису, и я могу это предотвратить. Как главнокомандующий я изменю курс, который реализуется последние семь лет. Восстановлю нашу экономику, нашу армию и наши позиции в мире. Сейчас в президентской гонке уже участвует 22 кандидата. 17 от республиканцев и 5 от демократов. Но и это ещё не предел. Вице-президент США Джо Байден по разным сообщениям тоже планирует баллотироваться. В этом случае Байден станет серьёзным соперником наиболее популярного кандидата демократической партии Хилари Клинтон. Согласно последнему опросу, 58% американцев считают, что Байден заслуживает доверия. Аналогичного мнения о Клинтон придерживаются 37% респондентов. Жители Нью-Йорка не на шутку встревожены. Более 70 человек заразились и четверо уже скончались от болезни легионеров. По данным Федерального центра по контролю и профилактике заболевания, от этого респираторного заболевания умирает от 5 до 30% заразившихся пациентов. Департамент здравоохранения Нью-Йорка принимает срочные меры, чтобы остановить распространение этой смертельной инфекции. Подробности в материале Вадима Ленчева. Болезнь легионеров, бактериальная инфекция, известная также как легионолез или питцбургская пневмония, как правило, распространяется через водяные пары. Они образуются, например, в душевых комнатах, у фонтанов или в тех местах, где активно работают кондиционеры воздуха. Воды из-под крана можно пить безбоязненно, потому что болезнь легионеров так не передается. Однако, если вы работаете в закрытом кондиционированном помещении и вдруг начинаете себя плохо чувствовать, надо сразу обратить на это внимание. Почти все случаи заражения в Нью-Йорке зафиксированы в районе Южный Бронкс. Прошлая вспышка легионолеза в городе в декабре минувшего года также была отмечена в Бронксе. Но тогда число случаев заражения составило только 12 человек. Особую тревогу населения и властей вызывает тот факт, что все случаи произошли менее чем за месяц. Многие люди часто не придают значения тому, что у них неделями не проходит то или иное недомогание. Однако промедление в таких случаях может закончиться трагически. Я сперва все откладывал в визит к врачу. Но, как оказалось, если бы я подождал еще сутки, то меня бы уже не было в живых. Заболевание обычно проходит тяжело и сопровождается общей интоксикацией, поражением легких, органов пищеварения и центральной нервной системы. В таких случаях больному требуется длительный интенсивный курс лечения. Но это не значит, что люди должны впадать в панику и избегать контактов друг с другом. Большинству жителей Нью-Йорка не грозит риск заражения. Болезнь легионеров не передается от человека к человеку. В группу рисков входят в основном пожилые люди, а также те, у кого проявляются такие симптомы, как кашель, озноб, высокая температура, головная и мышечная боль. Во всех этих случаях мы рекомендуем обратиться к врачу, что позволит вовремя распознать и вылечить болезнь. На сегодняшний день санитарно-эпидемическая служба Нью-Йорка обследовала в Бронксе 22 жилых здания. В пяти из них, где было выявлено наличие питтсбургской пневмонии, проведена полномасштабная дезинфекция. Но это не значит, что с болезнью легионеров будет полностью покончено. По статистике, ежегодно в США ею заражаются от 8 до 18 тысяч человек. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Хотели бы вы, чтобы женщины отказались от джинсов и пуховиков и вновь нарядились в шелка? Если многие из нас не могут ответить на этот вопрос однозначно, то модельер Алена Исакова убеждена, что лишь таким образом женщины могут быть по-настоящему красивыми. Подробности в репортаже Ануш Аветисян. Платье – это мой язык. Это я таким образом выражаю то, что внутри меня. Алена Исакова создала тысячу платьев с помощью шелков, леонского шифона, гофре и бисера. Она передает свой внутренний мир. Этот мир настолько сейчас, столько зла, столько ненависти. Но это все как плесень. Это все неправда, это все не наше. На самом деле внутри каждого сердца живет вот это. Потому что каждый человек чувствует красоту. И каждый человек понимает, что красота – это жизнь. Алена Исакова начала мечтать о высокой моде в 1991-м. В стране тогда закрывались ателье. Из-за отсутствия сырья не работали ткацкие фабрики. А она создала фирму «Рай». Вместе с командой портных, вышивальщиц и конструкторов. Они творили изысканные наряды. Коллекцию Алены показали в эфире известной программы «Взгляд». В 90-е годы это просто стало реально. То есть пришла свобода исполнять свои мечты. У нас не было вообще денег. У нас было 300 долларов, которые мы заняли в банке. И эти 300 долларов нужны были на регистрацию предприятия. Вот так мы начали с нуля. 15 лет Алена посвятила созданию коллекции от кутюр. Устраивала показы в Израиле, Великобритании и в Австралии. Сегодня она называет себя дизайнером прошлого века, потому что, по ее мнению, мир высокой моды остался в 20-м столетии. Не соглашаясь с образом женщины, созданной современными дизайнерами, она мечтает вдохновлять молодых дизайнеров, вернуть в моду женственность. Моделер рассказывает, что ей казалось невозможным открыть школу дизайна в современных российских реалиях. И как я могу это в России сделать? Это просто я когда поняла, что это просто... Я умру просто, я не смогу это сделать, мне не хватит времени жизни. А Америка, здесь все возможно. Здесь действительно страна возможностей. И я очень рада, что я здесь сейчас. Здесь Алена устраивала показы, была приглашена на завтрак с президентом и уже преподает американским студентам дизайн одежды. В США, рассказывает Алена, она почувствовала себя на 20 лет моложе. Это мое новое увлечение. Я на самом деле всегда мечтала абстрактной живописью заняться. Новая жизнь, новая страна, новые увлечения, новые возможности. И прежнее стремление к красоте. Ануша Витисян, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Все люди как книги, и мы их читаем. Кого-то за месяц, кого-то за два. Кого-то спустя лишь года понимаем, кого-то прочесть не дано никогда. Михаил Жванецкий. О людях-книгах задумались сотрудники одной из библиотек Вирджинии. Дарья Кутковая расскажет подробнее. Как и в любую библиотеку по всей стране, в библиотеку Гам Спринг приходят, чтобы почитать, найти материалы или взять книги домой. А теперь здесь можно не просто ознакомиться с текстом, а реально познакомиться с рассказчиком. И не листать страницы, а пообщаться с человеком книгой, задать вопросы и послушать истории. Мы не знаем свою истинную силу, пока нам не приходится иметь дело с тем, с чем мы раньше никогда не сталкивались. Писатель Майма Карму победила рак груди и стала учредителем фонда «Тайгер Лили», который поддерживает молодых женщин в их борьбе с тяжелой болезнью. Что из вашего детства, когда вы были беженкой, больше всего помогло вам, когда у вас обнаружили рак? Я бежала от трех войн. Карма эмигрировала в США из Либерии, когда ей было 15, а у нее на родине шла гражданская война. Она делится своими историями в книге, которую написала, и устно, когда сама становится человеком книгой. Я думаю, когда кто-то говорит с тобой, ты можешь открывать страницы жизни, делиться этим, это намного более интимно. Мне это кажется волшебством. Это новый способ узнавать истории. Видеть выражение лица и чувствовать невербальный контакт — это совсем другое, чем просто переворачивать страницы. Деннис Фарго беседовал с Бобби Кардучи, автором мемуаров под названием «Признание неумелого опекуна». Став человеком книгой, она рассказывает о том, как заботилась о тесте, страдавшем от деменции последние семь лет своей жизни. Почти все, с кем я говорю, или знают об уходе за больными на своем опыте, или знакомы с теми, кто через это проходит. Это чрезвычайно трудно для опекунов и бьет по всей семье. История Кардучи находит отклик у Фарго. Я чувствую свое вино, потому что, когда умирала моя мать, я был за 300 миль от нее. Библиотека начала проект «Люди книги», опираясь на подобный опыт библиотеки в Хельсинки. Участники говорят, что делиться эмоциями и размышлениями значит лучше понимать тех, кто живет рядом с тобой. Многие люди говорят нам, что это лучшая библиотечная программа, в которой они участвовали. Авторы интерактивной программы надеются, что их творческую инициативу подхватят и другие библиотеки страны. Никаких убитых львов, носорогов, леопардов и буйволов на борту самолетов. Авиакомпания «Дельта» объявила об изменениях в правилах транспортировки охотничьих трофеев. Это решение связано с международным скандалом по поводу убийства льва Сесила американским дантистам на охоте в Зимбабве. И на этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы прощаемся с вами. До завтра. Мы же благодарим коллег в Вашингтоне, а также всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнали Симон.